Весна бодро шагает по Беларуси. Теплое мартовское солнышко уже греет настолько, что на деревьях начинают набухать почки, а на клумбах города просыпаются цветы. Однако вместе с радостью распустившийся в весенний первоцвет может вызвать и слезы. Речь идет о людях, страдающих аллергией или полинозом, сезонным заболеванием, которое приносит немало хлопот в весенний-летний период. Сегодня этот неприятный недуг врачи называют болезнью века. И есть за что. Просто в силу особенностей наш организм запрограммирован на определенное количество чужеродных веществ, назовем это так. А так как в мире за год синтезируется порядка двух тысяч новых различных химических соединений и тому подобное, мы, естественно, со всем этим сталкиваемся. То и видя воду, и вдыхая это, и контактируя руками, то организм может дать сбой. То есть иммунитет где-то в один прекрасный момент не разберется с поступившим чужеродным веществом. И вот таким своеобразным образом отреагирует. Слезящиеся глаза, насморк, приступы кашля, слабость – знакомые симптомы для аллергиков, которые не располагают радоваться солнечным денькам. Как правило, основными разжителями выступает пыльца цветов и таких редоносных деревьев, как береза, ольха, лещина, клён и ясень. Кстати, полино среди детей тоже не редкость. Если раньше от весеннего цветения страдали ребята школьного возраста, то сегодня аллергия молодеет и может возденуть у детей в возрасте до трех лет. Только сезонные аллергические проявления у деток чаще попозже случаются, ближе к школьному возрасту. Но есть детки, к сожалению, более раннего возраста. Поэтому симптомы те же – глазки чешутся, нос чешутся, чихают, глазки слезятся, в горлышке может першить, может покашливание быть. Такие симптомы уже начали проявляться уже где-то в течение последних пару дней, недельки жалуются, приходят пациенты. Что делать, если аллергия появилась у вас внезапно? Специалисты советуют завешивать форточки влажными марлями, использовать кондиционер и по возможности не выходить на залитую солнцем улицу, поскольку пыльца в таком воздухе мгновенно вызовет у вас насморк. Конечно, не лишним будет обратиться к врачу, который и назначит вам лечение. Тем более, что сегодня есть несколько эффективных способов устранения этого недуга. Вопрос лечения разделяется на два периода. Это вопрос лечения в острый период, когда люди принимают различные антигистаминные препараты, что им больше подходит, капят капли в глаза, в нос и как-то переживают данный период. Но более интересным вариантом является проведение специфической иммунотерапии. Их существует, их вариантов несколько и в виде уколов, и в виде употребления капель. Но это все делается перед сезоном, как правило, с октября-ноября месяца. Проводится специальный курс с пыльцой тех растений или тех деревьев, которые вызывают аллергию. И это дает очень-очень неплохой результат. Нет аллергена, нет аллергии. Эта врачебная шутка содержит в себе изрядную долю правды. Идеальным решением для аллергиков будет перебраться на период цветения в другое полушарие или поближе к морю. Однако совсем избежать попадания пыльцы в глаза и дыхательные пути невозможно. В этом случае нужно как можно чаще убираться, содержать рабочее и домашнее место в чистоте. Это значительно снизит приступы аллергии и позволит вам в почти полной мере насладиться пробуждением природы.